Я вам покажу фильм о нескольких тюрьмах, в которых я сидел. Но начнем с заключительных кадров фильма об угоне самолета, который я сделал вместе с Александром Росконом. Ведь надо же объяснить, как из советского еврея я превратился в особо опасного государственного преступника по определению КГБ. КГБ. Я говорю, что не было у меня никакого рюкзака. Врешь, у тебя был рюкзак. И они так между собой не переглянулись и сказали, что мы ошиблись. Не надо было с него снимать рюкзак. Потому что они не могут сказать, что они свидетели. Я говорю, что не было у меня рюкзака. Почему? У меня в рюкзаке вещи не очень приятные. Значит, забрали уже. Ладно, там разберемся. Завели в здание аэропорта. Ну, я вам сказал, это было какое-то неказистое такое здание, по-моему, из досок. А внутри было полным-полно КГБистов. Причем не простые КГБисты. Подполковники. Полковники. Ну, может быть, майор это минимум. Иначе заводили, стали заводить на допрос. Сидят там полковник и подполковник. Предъявили, значит, сразу предъявили меня ордер на арест. Чучин Чином. Пишет в поставлении об аресте прокурор области. Пишет, что на основании сообщения оперативного отдела КГБ на территории аэродрома Смольной действует группа террористов, которые поставили своей целью изменить родину и бежать в империалистическое государство. Интересно, что изжали они не упомянули. Значит, так пишется в этом постановлении. Значит, арестовать, допросить и предупредить, что если подозрения оправданы, их ожидает высшая мера наказания – расстрел. Подпиши сюда. Ну, знаете, это как-то не очень приятно подписываться под расстрельным приговором. Но я говорю, вы меня рукой завязали, как я могу вот так вот, я говорю, подписать? Развяжите ему руки. Я сделал вид, что я читаю заново все это поставление и говорю, нет, я подписывать не буду, все это вранье. Ах ты, сволочь, ты над нами издеваешься. Ребята, завяжите ему руки так, чтобы они у него отсохли. Видели мы таких героев, говорит, сейчас ты попадешь в следственный институт КГБ, там и все нам расскажешь. Ну, и, значит, уже действительно руки отекли сразу. Снова посадили вот такую Волгу, но не в ту самую, я уже не знаю. И вот мы едем, мы едем, нас везут по улицам Ленинграда. Красивый город, я помню, 15 июня, солнечный день, массу людей идут, ну, наверное, там на работу. Студенты веселые, смеются, разговаривают. До сих пор помню, мамаша какая-то с коляской. Вот, жизнь. А моя жизнь кончилась. Вот я так сижу на заднем сидении. А там, на самом деле, были шторки задернуты, ну, какая-то щель, в которой можно было это все увидеть. Моя жизнь кончилась. И я спросил себя, ну, что, жалеешь? Может быть, это была ошибка? Ну, долго я не думал, конечно, ответ был ясен. Я сказал, нет, наоборот. Я рад и горд, что у меня хватило мужества. И так получилось, что я мог участвовать в таком важном деле спасения евреев Советского Союза. И я сказал так про себя, я настоящий мужчина. Я не испугался. Ну, это, конечно, глупость, никакой тут мужчина не играет роли. Значит, довольно быстро привели к большому дому. А дело в том, что за день до этого, когда мы ехали в этот лесок, ну, аэродрома, таксист нас пробил мимо большого дома. И я так в шутку спросил, что это такое? А таксист так на меня посмотрел, как будто ты что, не знаешь, это большой дом, это здание КГБ. И я ему так сказал в шутку, надо будет посетить этот дом. Он так посмотрел на меня странно. И действительно, завтра я посетил этот дом. Но ведь, вот, люди видят большой дом, здание КГБ, до сих пор это тоже ФСБ. А сзади это вот шпалерная тюрьма, которой не видно, незаметно. Привезли первый допрос, первый как бы шмон. И точно как у Солженицына, вот с этим арестом дипломата, срезает пуговицы, снимает шнарки. Все отнимает ремень. Но все это я знал, все уже было готово. Началась новая жизнь. Перед нами такой красивый ландшафт, леса, травки и какие-то покошенные здания. Это остатки бывшего лагеря для политических заключенных, ЖХ-36 Кучинского района Пермской области. Там, где я сидел довольно много лет. Надо сказать, что это сейчас довольно редкие кадры. В тех случаях, к которым имеют доступ такие, как бы леймины, люди, не имеющие отношения ко всему этому. И это кадры, которые вот сняли эти трое. На самом деле была целая, можно сказать, делегация бывших заключенных, которые здесь сидели. Вот я здесь из Пестов с левой стороны. Это не по иврейским делам. По иврейским делам это был Яков Михайлович Смирдлов, Зихлон Левраха и Иосиф Бегун, ныне живущий, известный узник, преподаватель Левита в Москве. Вот они, очевидно, приехали сразу по свежим следам, после того, как советская власть пала где-то в 90-е годы, в конце 90-х годов, они прискакали сюда и сняли вот эти кадры. Вот такая вот прогулка лагеря. Надо сказать, что выглядит очень красиво, очень хорошо. То на самом деле здесь как бы нормально сидеть. Вот леса, деревья, вот там даже есть где-то скамеечка. Вот домики, конечно, очень притязательные. Нормально, да, человек живет действительно как какой-нибудь пионерский лагерь. Ну тут уже выглядит несколько похуже. Это пилорама, на которой я работал некоторое время. То есть сюда привозили большие бревна, я эти бревна таскал, ставил их на пилораму. И был какой-то мужик, бывший сотрудника, соучастника немецких полицаев, который пилил эти доски. Я, значит, их относил, то есть я был на подхвате. А здесь мы видим цех. Вот это, все это промзона, на которой зэки работали. Ну, как бы при мне изготавливали контакты для утюгов. Мы скоро их увидим, как они выглядели. Сейчас это выглядит довольно неприятно. Вот это туалет. Туалет, как мы видим, небольшой, сравнительно, потому что даже в мое время на зоне сидело не более 300-400 человек. Работали в три смены, так что сколько из 100 человек сразу всем надо ходить по нужде. Это вполне было достаточно. Я не помню, что люди бы стояли в очередь у этого туалета. Но двери, как мы видим, открыты для того, чтобы менты могли бы контролировать, чтобы зэки, которые заходят в туалет, не совершали бы какие-то контрреволюционные антисоветские действия. А в целом мы видим, это обычная сельская картина. Вот мы уже попали в жилую зону, так называемая жилая зона. Вот эта вахта там на заднем плане, белое здание, это вахта. При мне ее, пожалуй, не было. Это даже было построено после. А это внутренний вид цеха. Но поскольку, говорю, я сидел до 1981 года, а это снято через 10 лет, то, очевидно, были какие-то перестройки, реконструкции. Я не знаю, что здесь было. В мое время это был цех. То есть сидели за станками, за прессовальными станками сидели зэки. И там клепали. Сейчас мы увидим эти заклепки, которые надо было клепать. Вот Яков Михайлович Сусленский из «Заклоны верха». Он имитирует распятие на кресте. Вот эти так называемые контакты, или как их там называли, которые надо было клепать заключенным. Сам по себе вроде бы работа простая, но здесь есть как бы две сложности. Во-первых, видите, детали очень маленькие. Перед каждым заключенным была коробка из этих деталей, заклепочек, и вот этих самых планочек, и контактов. И все это надо было собирать толстыми, негнущимися иногда от холода пальцами, из маленьких коробочек насаживать на шипы штампа и штамповать. Первое, это действительно сложность собирания из мелких деталей. И второе, большая норма выработки. В целом, я наблюдал за людьми пожилыми. Ну, следовали пожилые люди, тоже какие-то нацистские преступники. Им эта норма давалась с трудом. Некоторые даже не могли выполнить. А я, как человек молодой, это клепал запросто за полдня. Даже настолько, что приезжали из-за завода, из Перми, в котором производили эти утяги, и там они в основном занимались изготовлением этих заклепок. Приходили смотреть, как я работаю. Они удивлялись, как я быстро работаю. И даже мне сказали, чтобы они работали так быстро, потому что из-за меня у них поднимают тоже норму выработки. Они тоже, наверное, проводили так называемую итальянскую забастовку. То есть работали медленно, зарплата та же самая. Вот это вахта новая. Мы видим, наверху есть какой-то наблюдательный пункт, так, чтобы мент мог смотреть на проходящую машину, чтобы какой-нибудь зэк там не лежал бы на крыше, пытаясь его бежать. На самом деле, я не очень опознаю это здание. Оно при мне не было. Оно примерно тот же самый тип. Вот эти здания, это уже действительно более старше. По-моему, это коптерка. То есть место, где сушили мокрые вещи. Тоже как бы очень гуманный момент. Конечно, на воздухе люди не работали, как правило, но все равно дожди были очень сильные. Начинались примерно с августа месяца, потом зима, потом как бы снова дожди, поэтому надо было сушить одежду. И вот была такая действительно котельня, а рядом с этой котельной была даже и коптерка. Вот мы снова видим это производство, так называемое. Все очень хорошо. Но надо здесь сделать некоторое отступление. Вот вы уже познакомились примерно с материальным уровнем жизни заключенных. Примерно как это выглядело. Так сказать, очень непрезентабельно. То, что мы видели, это могло быть и в 19-м, и в 18-м веке. Это было в 20-м веке. Но нормально жить можно. Вот видите, здесь бревенчатое здание очень хорошо подчеркивает эту структуру бревен, которые рубили сами зэки. Привозили на зону бревна. И вот всегда находились какие-то умельцы, садились на эти бревна, как в старые времена с топорами, тюк-тюк-тюк-тюк. И, значит, подгоняли одно бревно к другому. Можно было как лего складывать. И они так делали экспериментальную кладку этих бревен. А после того, как они, значит, проверили, подогнали все один к другому, отправляли строить новую какую-то лагерную зону. А вот здесь происходит обход, по-моему, это так называемая бура, барак усиленного режима, куда сажали нарушителей режима. Это своего рода тюрьма, полутюрьма. И это как бы остатки камер. Можно сказать, это просторная камера. Но на самом деле мы сейчас увидим, что камера была оборудована таким образом, чтобы не было бы много места, чтобы он мог бы там двигаться. Все это было как бы вычислено. Особенно у нас был известный майор, потом полполковник Федоров, который отличался особой жестокостью и придирчивостью. И все, что он делал для того, чтобы заключенный чувствовал себя плохо. Я не знаю, что здесь было на самом деле. Возможно, это даже столовая. Была столовая, заключенные ходили в столовую. То есть после того, как устраивали перерыв, где-то в час дня вывозили с промзоной сюда, стояли здесь столы. Было как бы каждый брал свою пайку. И у раздатки получали миску с похлебкой. Ну и вот ели, и сразу после этого на развод снова на завод, на работу. Я не знаю, видно, здесь вынесли все это оборудование, поэтому трудно представить себе, что здесь конкретно было. Ну, снова, как мы видим, потолок из досок. А стены обштукатурены довольно аккуратно. Если учесть, что это все производственные действия были завершены где-нибудь, за 10 лет до того, как было это посещение, надо сказать, что хороший был ремонт, не так не обваливалось, покраска сохранилась. Вот я думаю, это тоже какая-то котельня. А нет, это мы попали в камеры. Сейчас мы увидим эти камеры, как они выглядели. Камеры, как мы видим, покрашены веселым цветом, синим цветом. Можно сказать, нормально, да. Могли покрасить каким-то пугающим цветом, красным, или что-то настораживало. А это так. Вот эта камера типичная. Как мы видим, в камере есть 4 нары. И вот здесь есть стол. И этот стол – это секрет. Потому что, смотрите, он какой-то вроде бы удобный. Можно здесь поставить компьютер, конечно, читать, писать. На самом деле он был придуман только для одной цели, чтобы украсть у заключенного, который сидит в камере, свободное пространство. Потому что вот сейчас мы увидим, да, вот есть это нары. Вот нары в течение дня были закрыты, закрывались на замок. Вот это примитивный туалет. Есть здесь как бы крантик, там мы его не видим, умывальник. И под ним это, как говорят, это очко, дырка в полу. Это туалет. А здесь вот пеньки. Эти пеньки выполняют два назначения. Первое назначение – это подпора для нары. Когда отпускаются, они ложатся на, нары ложатся на эти пеньки. А вот обычно, когда в течение дня, значит, где-то в 6 часов утра закрывали эти камеры, эти нары на замок, и нельзя было ложиться, конечно. Вот так можно было сидеть только на этих пеньках. Представьте, они специально рассчитывали на так, чтобы человеку было бы неудобно сидеть на этих пеньках. Но он не хочет сидеть на пеньке, а где он еще может сидеть? Негде сидеть. Поэтому все это так рассчитано. Стол такой мощный, пеньки впритык к столу. Я не знаю, здесь вроде бы даже видно, что эти нары, они были как-то постоянные. Видите, есть такие какие-то железные подпорки. На самом деле, как я говорю, они закрывались к стене, прикрывались к стене, нельзя было спать днем. Вот это удобство наше, это вот дырка в полу, здесь крышка. Ну, как бы действительно удобство, потому что удобство было связано с такой же дыркой в рядом стоящей камере. И я через эту дырку преподавал иврита своему новому ученику, Дану Трахтенбергу, живет сейчас в Союзных Шатах Америки. И так он учился и в риту, потому что общаться нельзя. И хотя мы видим, здесь есть четыре нары, но, как правило, держали заключенных поодиночке, чтобы это было бы дополнительное наказание. А вот здесь танки, поскольку заключенный должен исправляться, его надо перестраивать из-за врага советской власти к пролетариату. Вот, значит, даже сидя в карцере, он должен был работать. И, естественно, если он не выполнял снова норму выработки, сидя в карцере, то ему продлевали этот срок. Так он мог попасть на 15 суток, а эти дети, скажем, месяц, полтора месяца, два месяца, в зависимости от того, как начальство решило, как его мурыжить. Ну, конечно, в какой-то момент выпускали, не страшно, потому что если заключенный вообще не вставал на путь исправления, если карцер его не исправлял, то его отправляли в тюрьму. В тюрьме это как бы несколько пожестче. Но люди возвращались из тюрьмы тоже, продолжали, если как бы совершать свои контрреволюционные преступления. Вот я не знаю, здесь есть какая-то еще решетка, какая-то клетка, какой цель она служила, я это никогда не видел. Но, в принципе, это устройство вот внутренней тюрьмы лагеря. Вот это забор. Значит, так он выглядел с внешней стороны. Можно сказать так, это высокий забор, примерно, я думаю, высотой 3-4 метра, но это не весь забор. Потом за забором есть запретка, то есть запретная полоса, которая распахивается. А за запреткой есть, естественно, настоящий забор из колючей проволоки. Некоторые говорили, что есть там электрический ток проходит через колючую проволоку. Вот мы через некоторое время даже увидим вышки, в которой стояли менты, в смысле солдатики срочной службы, которые там с автоматами охраняли нас, приближаться к забору, хотя, как мы видим, нет специального ограждения до забора. Но примерно на расстоянии 3 метров до забора уже нельзя было приближаться. Вот я думаю, это знамя, которое, память о том, что это было в свое время, после падения советской власти, каким-то мемориальным музеем, принадлежала организации мемориал, то есть памяти о преступлениях советской власти против человечества. Ну, потом в какой-то момент Владимир Владимирович Путин сказал, что у него нет средств для того, чтобы содержать этот музей. И вот он так пришел в упадок. А теперь я хочу вернуться к самому началу. Поскольку у меня есть эти живые кадры, и они, по-моему, очень интересные и показательные, то я начал с них. А на самом деле, если говорить о моей тюремной эпопее, я попал в начале, естественно, в вот это вышки. И там, вы видите, действительно есть, видите, там есть столбы с электрической проволокой, с ограждениями. Я попал в начале с аэродрома Смольный, где нас задержали, привезли нас в Большой дом. Я надеюсь, я остану фотографию этого Большого дома. В Ленинграде это Литейный проспект, номер один, находится на берегу Невы, очень красивая местность. Вот, ну, понятно, Большой дом, он был тогда большим, когда его построили в 30-е годы, наверное, был самым большим домом в Ленинграде, в Петербурге. Ну, понятно, там, как бы, карательные органы тогда расцветали, было много этих КГБистов, НКВГистов, НГБистов. Но самое главное, что за этим Большим домом находится старая шпалерная тюрьма, или, как ее называют, царская шпалерка, где сидели всякого рода народовольцы еще при, значит, царской власти, те, которые боролись за установление справедливого режима, а потом, после установления этого справедливого режима, сидели уже мы, враги советской власти. Вот это, по-моему, это жилое помещение. Вот я не могу точно установить. Вот эти доски и бревна, которые мы используем. Видите, вот здесь есть внутри, как я говорил, внутри самой зоны, лагерной зоны, есть специальное ограждение, которое не позволяет приближаться к забору. А я там в свое время, как раз в этой запретной полосе, устроил себе суку. Вот смотрите, какой прекрасный, как бы издали лес. И вот я помню, как я гулял с Маркой Юрьевичем Дымшицем. Ночью мы вышли, на фоне лес, да, красивое, а у нас, вокруг этой зоны, постоянно горят прожекторы. Вот как чувствую себя, как на сцене какого-то театра. Это декорация, может быть, это лес красивый. Ну, вообще, специально лагеря устраивали в лесу для того, чтобы люди, которые проходят снаружи, они не подозревали, что на самом деле за этим лесом, ну, обычно на самом деле какой-то красивый лес, обычный лес. Вот за этим лесом скрывается лагерь или тюрьма. Даже если кто-то видел Асвенциум, Ошвиц, он тоже устроен, построен в красивом лесу, красивые деревья. Так что даже я видел, было объявление сейчас современной Польши, что здесь вот есть возможность купить участки и строить какой-то очень современный фешенебельные дома. Ну, до Пельской области, я думаю, не дошло. Не строят здесь фешенебельные дома, кому они нужны. Вот территории и так достаточно, денег нет. А вот мы, значит, снова здесь видим, по-моему, это снова мы вернулись в так называемые помещения камерного типа, ПКТ или БУР, БУР сильного режима. Разница в том, что в обычный карцер сажали на, скажем, 15 суток, на месяц. А если как бы человек раскручивался и не хотел бояться сидеть в карцере, то его сажали действительно в этот барак усиленного режима. Это, по сути дела, уже была тюрьма, тюремный режим. Вот только разница, что тот, кто сидит в карцере, ему запрещено, как бы он должен сидеть постоянно там, а в БУРе выводили на полчаса на прогулку. Вот мы видим, как это работает система наблюдения. Есть дырка в двери, отводишь эту дырку и видишь, что делают заключенные в камере. Ну, сейчас, я думаю, в любой современной тюрьме есть видеокамеры или какие-то другие камеры наблюдения. А сейчас, видите, в этой самой заглушке есть дырочка. Зачем нужна эта дырочка? Чтобы сесть за заключенными без того, чтобы заключенные подозревали, что за ними кто-то сидит. То есть, менты ходили в войлочных тапочках, так, чтобы никто не слышал их движения. Очень часто в коридоре даже настилали коверную дорожку, так, чтобы мент мог подкрасться тихо и смотреть в эту дырочку. Ну, возможно, в дырочке много чего не увидишь, но если он замечал что-то подозрительное, то тогда он мог открыть полностью этот глазок и смотреть. Вот это уже удобство, которое при мне не было. Как мы видим, здесь даже какой-то водяной сток в этом туалете. А при мне была обычная камера, обычная дырка в полу. Но я говорю, очень удобно, потому что это позволяло зэкам общаться. Причем ментовка, там, где сидели менты, находилась далеко, поэтому никто не мешал их разговаривать. А вот мы уже попали во Владимирскую центральную тюрьму. То есть, после семи лет сидения в этой перской зоне меня приговорили, мы видим начальника тюрьмы в своем кабинете, меня приговорили к трем годам тюремного заключения за соблюдение субботы и всякие другие преступления. Вот и направили эту в Владимирскую тюрьму. Как мы видим, она была сооружена в 1783 году. И здесь отмечены этапы строительства. То есть, все время добавляли корпуса. Скоро мы увидим план на эту тюрьму. Там разные корпуса. Каждый корпус был построен в свое время. И вот, по-моему, в то время, когда я там сидел, где-то было более 3000 заключенных. Но заключенные, конечно, не видели ничего этого. Единственное, что мы видели, это когда нас привозили, вот видите, здесь это план Владимирской тюрьмы. Вот эти здания, которые были построены в разные эпохи, вот начиная с 18 века. По-моему, это главный вход в тюрьму. Видно красный цвет, когда строили красным кирпичом. Возможно, потом настраивали какие-то этажи. И вот сюда привозили. А потом уже раскидывали по корпусам. Я говорю снова. Заключенного, правда, привозили через ворота, возили в оборота, шмонали, отбирали вещи, забирали там в склад. И он шел пешком. То есть, в какой-то момент он мог видеть какие-то ближайшие корпуса. Конечно, он как бы не понимал и не представлял себе все это, как бы, все это план тюрьмы. Хотя я заметил, что были зэки, которые сидели долго. Они лучше представляли себе, как эта тюрьма построена. Но были номера. Обычно, я помню, политически сидели в третьем корпусе. Хотя мы тоже сидели в перемешку. Одна камера политическая, одна уголовная. Чтобы мы между собой не общались. И как бы, на самом деле, это не получалось. Потому что уголовные уголовники, это были не простые уголовники. Это были, можно сказать, воры в законе. И поэтому они были идеологическими борцами против советской власти. То есть, они говорили, что все преступления, которые они совершают, это в знак протеста против несправедливости и беспредела власти. Поэтому, на самом деле, они нам помогали и сотрудничали. То есть, если какого-нибудь заключенного сажали в карцер, а тут карцер был потяжелее, чем у карцера в лагере. Это было там в подемелье. Они пробивали, то есть, у них были пробитые дырки в потолке. И они могли спустить из одного этажа на другой, из одного этажа на другой. Прямо посылать подогрев заключенного в карцер. И посылали и политическим заключенным тоже. И, соответственно, мы, политики, через дырки в стенках передавали подогрев для других уголовных заключенных. Это называлось такое называемое кабур. То есть, уж не знаю, какими инструментами, но заключенные смогли пробить в довольно толстых стенах царского времени такие кирпичи и бетон, пробивали дырки довольно большого размера. И через эти дырки передавали перегрев из одной камеры в другую. Приходили менты, замуровывали эти дырки. И, естественно, по свежей уже цементу снова делали эти дырки и передавали. То есть, тюрьма жила внешней жизнью и жила внутренней жизнью. Вот, по-моему, один из них – это майор Завьялкин, я тут не вижу, как его называют, при котором я сидел. Тут написано, что он сидел в 1975 году. Да, это в мое время примерно. Вот это тот мент, который мне сообщил, что мой отец скончался в 1978 году. Когда я у него спросил, почему вы мне не сообщили, как вы не знали об этом, мы утаили, я узнал об этом случайно только через месяц после смерти отца. Он говорит, у нас есть инструкция. Не говорите о заключенном о каких-то семейных проблемах, потому что это сразу вызывает буйство заключенных. И поэтому, когда пройдет, они узнают о том, что у них какая-то трагедия в семье, пройдет месяц. Это, естественно, более-менее актуально, и поэтому и он будет буйствовать меньше. Сейчас я хочу вернуться к самому началу. А вот здесь очень интересные кадры. Это действительно действующая часть этой Владимирской тюрьмы. Как мы видим, вот эта, по-моему, сестричка, которая раздает лекарства. Вот у нее в руках есть список. Это тоже очень демократично уже при мне. Зэк мог заловаться на всякого рода заболевания. Чего-то у него самая голова болит или зуб болит. И все они получали ту же самую белую таблетку. Но это было очень демократично, чтобы человек не бьется головой с бома о стенку. Вот его сушат и выполняют. Вот перед нами здесь кормушка. Видите, вот эта амбразура – это кормушка. Это как бы жизненный центр. Открывается кормушка, и в эту кормушку тебе кидают пайки хлеба, или баланду там, или рыбу. И люди, конечно, с напряжением ждут, когда откроется этот центр питания. А вот это внутренний двор Владимирской тюрьмы. Так ее видел. Когда меня привели по Владимирскую тюрьму, так я примерно видел. Вели пешком, довели до стен тюрьмы. И вот сейчас мы видим, здесь все очень зарешечено. А тогда были какие-то более свободные решетки. И поэтому были специалисты, которые наблюдали, кто попадает в корпус. И сразу кричали, ты из какой зоны? Я говорю, я с 36-й. А, ты Яноча знаешь? Знаю Яноча. О, здорово. Сразу передает, приехал заключенный с 36-й зоны. Он знает, Яноч – это была легендарная личность. Значит, если я его знал, действительно, он подтвердил. Яноч подтвердил, да, я знаю Меделевича. Так что я уже как бы мог ходить королем. А здесь вот это кладбище. Правда, кладбище выглядит хорошо, потому что мы знаем, что в более отдаленных местах, там это было в Магадане или на Коломе, это просто скидывали трупы в какой-то котлован, засыпали, так называемая братская могила. Или ставили какие-то столбики, даже без указания имен. А здесь видно какие-то имена. И вот здесь не было, я не знаю. Возможно, это местное кладбище или в какое-то время, да, хоронили людей и ставили какую-то самую отметку, что это вот похоронен тот и тот заключенный. Но при мне много заключенных не умирали. Знаете, особенно известно, что в таких тяжелых условиях люди не болеют. При мне умер только один заключенный голодскоп, и то у него была язва желудка, и его как бы вовремя не отправили в больничку, так он умер от того, что его не лечили. И вот здесь, наверное, завершающий какой-то эпизод. Это вот колокол, очевидный символ колокол о погибших вот в этих местах. На самом деле, при мне было это уже какое-то маленькое место. А понятно, что в 30-е, 40-е, 50-е годы, да, пожалуй, 60-е, здесь были тысячи и тысячи заключенных. И здесь они тихо умирали, здесь их хоронили. И вообще, поскольку эта 36-я зона стала почему-то символом советского углубления над людьми, то здесь и поставили этот колокол в памяти во всех, но я думаю, в других районах тоже. Я видел на Колыме тоже есть такого рода памятник. И видим сверху это терновый венок, сприченный из колючей проволоки. Вот память о тех заключенных, место захоронения, которых неизвестно. Отбыв три года заключения в крытой тюрьме, из которой два года во Владимирской крытке и год во крытой тюрьме Чистополя на берегу Волги, меня вернули в лагерь ЖХ-36. По дороге я побывал в этапных тюрьмах Бугульмы и Свердловска. К тому времени все мои подельники уже освободились. В 1978 году я остался один. И вот в 1981 году меня выдернули из лагеря и на самолете через пермскую тюрьму привезли в Лефортово. Лефортово большая тюрьма, но там есть особый отсек для Комитета государственной безопасности, я полагаю, ахшар для ФСБ. И там в Лефортово мне объявили, что указом Верховного Совета я лишен советского гражданства, как они сказали, за действия порочащие достоинства советского гражданина. Из Лефортово прямым рейсом в Шереметьево и с посадкой в Вену в Израиль. Продолжение следует...